Привет, ребята, с вами Ультрес, Татар Фэнтези, и так же получается, что в ближайшее время, 16 декабря, начнется ОБТ данной довольно хайповой игры, и я хотел с вами обсудить и рассказать, ну вот новость, так сказать, я же вам рассказал, тем не менее, всё не так просто, ОБТ будет китайский, поэтому, кто заинтересован, сразу говорю, ссылки в закрепе на инструкцию, как зарегистрироваться, и тут даже стала доступна предрегистрация, ссылки на неё тоже есть, Вот, но, тем не менее, что же это за игра такая, по которой столько народа с ума сходят, давайте немножко разберёмся поподробнее. Итак, эта игра, по сути, является научно-фантастическим геншином, вот если у нас наш геншин-то что-то вроде средневекового китайского геншина, то тут, получается, он будет на мотоциклах, там всякие научно-фантастические штуки там будут, но, как я понимаю, что-то типа гибрида геншин и киберпанка, и какого-нибудь сайфая, или типа того. Точно известно, что мы будем кататься на мотоциклах, будет большой мир, там всякое происходить будет интересно, костюмы такие сюрреалистические, эдакие, прям красивенькие, необычненькие, но тем менее, ребят, для того, чтобы понять, что за игра будет, нужно понять, кто её разрабатывает. А разрабатывает её, во-первых, Perfect World Company, ё-моё, это просто жесть, конечно. А кто не знает, ПВ это, в принципе, до сих пор, по-моему, такая жёсткая донатная помойка, которая до этого мыла, она же ещё не закрылась, по-моему. И, получается, вот эта вот донатная помойка, она с тех пор существует, и это немножко смущает, если честно, прям сильно смущает. Никаких особо прям жёстких, громких релизов после того, как они ПВ своё это сделали не было, и вот что называется, его сыны не там. Во-вторых, у нас ещё что есть? Хото Студио, какая-то ещё Хото Студио тоже является разработчиком, как я понимаю, всей этой темы. Что же сделали Хото Студио, ребят? Какие у них успехи за последние годы? Ну, какие игры могут стать, так сказать, протекцией для вот этого Таро Фэнтези? Никакие. Их нету. То есть, если залезть, полазить, посмотреть, что за игры они сделали, их просто нету, потому что эта студия, видимо, собралась с каких-то других ребят, и имени, и репутации у них нету. Тем менее, острое желание откусить кусок от Геншина у них всё-таки есть. Получится у них или нет, я не знаю. После выкрутасов на годовщину с Михайо с жёстким скандалом, когда удалось всё-таки нормализовать ту самую годовщину, это было такое себе. Поэтому, я думаю, много людей уже устало от этой фига тени. Конечно, является проблемой, что игра в данный момент релиз только на Китае, и придётся там эти всякие коды вводить и прочее. Это дико неудобная фигня, плюс сейчас они в последнее время слетают, они больше не висят постоянно. То есть, у вас в любой момент времени ваш аккаунт может сыграть в Гуфа, просто потому что, ну, сейчас вот эти вот коды не проверят, что вот не китайцы. И всё, пожалуйста, вводи заново. Это дико неудобно. Кто ожидает более вменяемой монетизации, чем в Геншине? Вот тут у меня к вам есть небольшая плохая новость, ребята, вполне возможно, вы будете разочарованы, так что, если вы хотите перейти из Геншина в Таро Фэнтези, тут сомнений нет, потому что я понимаю, что не стоит грехи мыла засовывать на игру китайскую, потому что в Китае, говорят, монетизация была другая. А вот что точно стоит рассматривать, так это то, что разработчики китайские почему-то любят такой прикол, как если они выпускают игру плюс-минус такую же, как вот там оригинал первая игра, они полностью слизывают её монетизацию один в один. Я не знаю, в чём этот прикол работает. Вот так, например, было в том же самом Punishing Gray Ravine, и они взяли монетизацию из Ханкая почти полностью. То есть, казалось бы, они могли бы выехать на другой монетизации, хотя бы изменить её немного, но нет, они прям за глотку очень жёстко взялись. Особенно досталось, кстати, южнокорейцам, их прям совсем душить стали, у них там цены на 40% вообще стали даже дороже, чем на Китае, это ужас какой-то. Но, тем не менее, так это могло быть. И самым монетизациям костяк монетизации был точно такой же, что очень странный. То же самое они могут провернуть и в этот раз, то есть взять за основу полностью, как это работает, донат в Геншине, и сделать его таким же в Tower of Fantasy, потому что да, это был ЗБТ, и чё-то я сомневаюсь, что у людей есть какой-то большой фидбэк по донату на ЗБТ, потому что там вайб был, и я думаю, всё-таки совести у разработчиков хватило, не пытаться, ну, стрясти с людей бабло с ЗБТ, это всё-таки немножечко аморальненько. Но, короче, точных пруфов у меня нету. Сравнение с Геншином я делал не случайно, потому что игра также будет не только на Android, а iOS, ещё и на ПК. Так что готовьтесь, все ссылки будут в закрепе, как зарегистрироваться там, возней будет немало, кстати. Как скачать, всё-всё-всё-всё в описании. Так что всего хорошего, удачи, 16-го числа пройдёт стрим по Tower of Fantasy, хочу пощупать, забуриться. Сама игра на ПК, говорят, весит 30 гигабайт. Надеюсь, будет что посмотреть. Единственное, что разработчики больше дают, что это MMORPG. Хотя про Геншин я не помню, что бы они давили на MMORPG. Видимо, мощная составляющая всё-таки будет в большей степени перевалировать всё-таки. Но кто разработчики, Рот? Кто разработчики? А ручки-то, видите, ручки-то? Вот они, да, Perfect World, пожалуйста. Так что всё хорошего, удачи, пишите, будете ли вы ждать всю эту тему игру. До новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»